Всем привет! Это новый выпуск автоисторий. Сегодня я приглашаю вас на последний предновогодний выпуск. Всех с наступающим! Будет интересно! Поехали! Гуляя по просторам интернета, мне пришла в голову, на мой взгляд, интересная идея. Показать вам клоны знаменитых и популярных автомобилей 80-х-90-х в исполнении азиатских автомобильных компаний. Итак, начнем с Audi. Ну просто великолепнейший автомобиль Audi 100. О нем можно говорить вечно. Машинка, которая могла похвастаться прекрасным комфортом, просторным вторым рядом, оцинкованным кузовом, крутейшими турбомоторами и многим-многим другим. Для 80-х ну просто не автомобиль, а сказка. Но знаете ли вы, что в 1988 году китайская компания FAU и Audi договорились о создании совместного предприятия для производства Audi 100 и Audi 200 в Китае? FAU получила возможность использовать платформу Audi 100 для своих целей. И кстати, компании FAU принадлежит компания со сложным названием Hongi. Под этим брендом и было решено создать клон сотки модель CA7200. Произошло это аж в 1996 году. Получился вот такой вот аппарат с китайской атрибутикой, украшением на капоте и оригинальными дисками. На данный аппарат ставилось два мотора. Это двухлитровый четырехцилиндровый от Audi и Крайслеровский два и двухлитровый четырехцилиндровый двигатель. Удивительно, но китайцы на этом не остановились и выкатили на свой рынок модель CA7246L, которую они построили на базе Audi 200, причем удлинив базу аж на 60 сантиметров, увеличив итоговую длину автомобиля до свыше 530 сантиметров. Под капотом же стоял современный на 1996 год 2,4 литровый V6 от Audi, позволявший разгоняться этому великану до 180 км в час. Думаете, это очень странная модификация? Нет, вы ошибаетесь. Вот вам модель с индексом CA5020XBYA, которую вы видите на экране. Удлиненный универсал, сопоставимый по длине с моделью CA7246L. Машины эти в основном были полностью ручной работы по специальному заказу, поэтому все они по-своему уникальны. Этот экземпляр, например, был катафалком, но были и версии для полиции и скорой помощи. Аппарат этот мог оснащаться как четырех, пяти и шести цилиндровыми моторами Audi, так и крайслеровскими агрегатами. Удивляемся дальше. Потому что вот перед вами сотка пикап от китайских инженеров, причем этой же марки, но образца 1993 года. Обратите внимание, что пятиместный пикап имел съемную крышку грузового отсека, превращающую его внешне в универсал. Такое ощущение, что в 90-х контора Шульц, славящаяся своими дикими проектами в 80-х, переехала на поезде в Китай. И кстати, касательно железнодорожных тем, спонсор ролика Регион Ресурс, занимающийся производством и реализацией железнодорожного оборудования и путевого инструмента. На их сайте представлен целый ряд их собственной продукции по заманчивым в этой сфере ценам. Доступна доставка по России и странам СНГ, также имеется гарантия 12 месяцев. Регион Ресурс предоставляет услуги, которые можно заказать прямо на сайте. Например, услуги по металлообработке, что немаловажно, сварочные работы, фрезерование металла, шлифовальные работы, токарную обработку металла и другие. Переходите на сайт Регион Ресурса, приобретайте их продукцию и заказывайте качественное выполнение услуг. Ссылка в описании. Идем далее. Знаете ли вы, как связана знаменитая сейчас китайская компания Джили с Мерседес в 210-м кузове? Нет? Так узнаете. 210-й Мерс в народе очкарик появился на свет в 1995 году, ознаменовав собой переход к новому, кажущемуся тогда очень смелому дизайну. Безопасность была улучшена в сравнении с предшественником. Появились многочисленные подушки безопасности, моторы стали мощнее и экологичнее, а оснащение богаче. К примеру, 210-й в рестайлинге даже мог похвастаться мультимедийной системой с цветным экраном, навигацией и ТВ. Основатель первой в Китае частной автокомпании Джили, Ли Шуфу, который начинал свой путь в мире бизнеса вообще, кстати, с фотографирования туристов, очень любил марку Мерседес. Шуфу грезил идеей создать нечто подобное у себя на родине, некий авто представительского класса, конкурент Мерседеса. В первой половине 90-х марка Джили занималась производством мотоскутеров. И уже тогда, на том самом заводе по производству скутеров, Шуфу и его инженеры начали мастерить первый автомобиль. За основу, вы будете смеяться, была взята та самая Ауди 100, точнее ее тот самый клон Хонги. А внешность взяли у только-только появившегося на свет 210-го Мерседеса. Причем, по найденной мной информации, Шуфу приобрел новенький 210-й, и где-то в недрах его компании он был разобран с целью изучения. Так на свет и родился первый автомобиль Джили, Number Zero One. Этакая Ауди 100 с кузовными панелями из армированного стекловолокна, копирующими, как это возможно, внешность 210-го. Выглядит машина, конечно, несколько комично, но не сведущий в авто человек, без сомнений, принял бы его за Мерседес. Пойти в серию этому чуду так и не удалось, а в качестве донора для первого серийного авто Джили послужил Дайхатсу Шарат. Судьба прототипа псевдо-Мерседеса на сегодняшний день неизвестна. Однако в 2009 году было сделано вот это фото, которое подтверждает, что тогда машина все еще была жива, пусть и в очень плохом состоянии. Если вы думаете, что только в Китае были возможны такие вещи, то вы ошибаетесь. Напомню, что была у Мерседеса такая замечательная модель на все века 190Е. Рекордно надежный автомобиль, так как установил тот самый рекорд надежности на кольце Нардо в 1983 году. Победитель кольцевых гонок и просто красивый и очень шустрый, качественный и комфортный настоящий Мерседес из 80-х. Вы будете удивлены, узнав, что в Северной Корее, да-да, там существовал его клон. Северная Корея всегда пыталась быть лучше своего соседа Южной Кореи. Когда те построили Юксам Билдинг в Сеуле, самое высокое здание в Азии в середине 80-х, Северная Корея начала строить гостиницу Рюген в Пхеньяне. А когда в Южной Корее начали производить вменяемые легковые автомобили, лидер КНДР Ким Ир Сен потребовал превзойти соседей и на этом поприще. Вышло все действительно комично. Во второй половине 80-х Северная Корея закупила несколько W201 и попыталась создать клона этой модели. В итоге получилось это. Практически внешняя копия легендарного 190-го, но с легкими штришками коммунизма в виде собственной радиаторной решетки и отсутствием мерседесовских шильдиков. Ну а что с качеством сборки? О нем говорят плохо проработанные уплотнители стекол, ввиду чего в салон часто попадала пыль. Также в машине отсутствовала печка, а под капотом стоял, чтобы вы думали, советский мотор. По некоторой информации от ГАЗ-69. Вот такой вот аппарат получился и носил он вот такое название, в переводе означающее возрождение. Также у него есть альтернативное название Пхеньян. Это название столицы Северной Кореи на английском языке. По информации найденной в сети, произведено было лишь несколько прототипов клона 201-го Мерседеса. В том числе красный автомобиль с радиаторной решеткой, как у 201-го, но с пяти лучевой звездой. Синий экземпляр и еще один с ромбовидным значком на решетке. Миф этой истории или нет сейчас точно неизвестно. Я конечно больше склоняюсь к тому, что это те самые закупленные КНДР-190, на которые корейцы просто нацепили свои значки. Ну а если хотите еще продолжение данной темы, жду от вас 11 тысяч лайков. И призываю вас, делайте репосты данного ролика и обязательно пишите много комментариев. Это позволит ролику стать популярным и у меня будет намного больше желания выпускать новые видео чаще. Также в комментариях пишите какой у вас автомобиль мечты и почему. Если вы хотите помочь развитию канала, сделать контент более качественным, то ссылка на донат в описании.